Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас я готовлю свой первый прием пищи Это 120 грамм овсянки, 10 яичных белков и 3 желтка Сегодня в моем плане не слишком много углеводов Несмотря на то, что завтра уже соревнования Акцент на манипуляции именно с водой и солью В моем рационе сейчас примерно 40 грамм соли в день Я пью примерно 7 литров воды В тренировочные дни я пил воды еще больше Нужно подметить тот факт, что мы не увеличивали соль намеренно Это мое привычное количество соли, которую я съедаю в течение дня Мы просто ее не уменьшаем То же самое и с водой Всю подготовку я выпивал под 10 литров воды в день Съедал примерно под 30 грамм соли в день Сейчас мой организм требует немного больше соли Одна такая банка соли, здесь 92 грамма Два с половиной, три дня Нужно подметить тот факт В процессе подготовки мы с Крисом не разгружали мышцы особо Хоть и были низкоуглеводные дни Тем не менее, как только мы видели, что мышцы становились плоскими И теряли наполненность Мы сразу же подключали углеводы Разное количество в зависимости от того, сколько недель оставалось До соревнований, тренируюсь я в этот день или нет Тренируюсь ли на следующий день В общем, как я уже говорил в своих влогах Работа идет вся по факту Наблюдаем за телом, наблюдаем за изменениями И при необходимости адаптируем вот эти изменения в план Кашу я сейчас добавляю побольше воды Средаёт объём И таким образом я как бы растягиваю удовольствие Хотя говоря открыто, на этой подготовке я вообще не чувствую себя слишком голодным Естественно, да, хочется поесть Это нормальные физиологические процессы То есть чем меньше жира на теле, тем больше ваш организм будет, так сказать, направлять вас на еду Как раз именно по этой причине спортсмены легче справляются с такими сигналами, которые подаёт организм Потому что есть цель И когда ты отвечаешь себе на вопрос Почему я не ем? Ты можешь продолжать как бы держать диету, делать кардио, тренировки А если у тебя нету какого-то дедлайна, нету конечной точки, да? Мозг спросит тебя А что мы делаем? Почему мы загоняем себя в такие экстремальные условия? Почему на нашем теле нет запаса жира? И ты говоришь, ну не знаю, я типа хочу хорошо выглядеть И обязательно мозг, он решит этот вопрос Так, и к овсянке у меня будет одна чашка гранолы И два рисовых хлеба с шоколадом Вот такой завтрак сегодня за один день до соревнований Ладно, я буду кушать и мы продолжим съёмки, когда я буду готовить свой второй приёмный рич Давайте начнём с самого начала Прошлый год выдался замечательным, соревновательный сезон Мы были на Олимпе, выступили, остались довольны Самое главное, Володя остался доволен Но как мне кажется, лично моё мнение На Олимпе надо было останавливаться Но переубедить в этом Володю мне не получилось Ему хотелось выступить ещё Но как показывает практика, тело физическое не всегда догоняет твои эмоции В этом спорте не всегда получается физически сделать то, что тебе хочется донести эмоционально К чему ты головой готов, но телом нет Володе надо было прийти этот опыт Нужно было выступить, сделать свои собственные выводы Мы сели думать, как быть в этом году Продумывали стратегию У Вовы стоял вопрос, решение, что делать с тренировками Если с Крисом Ацета у них всё отлажено и работают они замечательно С этой стороны в плане питания он спокоен, потому что он в руках профессионала То он чувствовал, что что-то нужно делать с тренировками Он начал искать, подбирать себе тренера Нашёл Александра, они договорились И в нашей семье было принято решение, что Владимир уедет в Санкт-Петербург На 16 недель готовиться к соревнованиям Честно, мы не понимали, как это будет И как это мы будем столь длительное время порызны Потому что мне надо было оставаться в Москве Решать рабочие моменты Во-первых, время пролетело очень быстро Во-вторых, виделись мы почти что каждую неделю И могу сказать со своей стороны, что такой формат подготовки Подходит как для него, так и для меня Потому что я понимаю его В время, когда ты погружен в этот процесс и сконцентрирован Не всегда есть эмоциональные силы на кого-то ещё И как мне кажется, ему было гораздо проще и легче Проживать вот эту подготовку, проживать свои эмоции Будучи одним, так скажем Будучи тотально погружённым весь этот процесс И во все эти процессы, и во все эти состояния Поэтому каждая наша встреча Это было интересно, было что друг другу рассказать Чем поделиться, зарядиться друг другом 16 недель пролетели очень быстро И вот сегодня мы уже здесь И я могу сказать, что эмоционально, ментально Он, конечно, трансформировался очень сильно Его отношение к удивлению, к подготовкам, к соревнованиям Оно изменилось Не могу сказать, что есть какой-то определенный момент После чего это произошло Наверное, это происходило поэтапно Сегодняшний результат того, как он себя ведёт Каково его эмоциональное состояние Какое у него самочувствие и мысли Мне кажется, это результат проделанной работы В течение всего года Можно сказать, что бодибилдинг на сегодняшний день У Вовы не первостепенная задача Да, он уделяет очень много времени этому Да, он сконцентрирован У него есть цели, у него есть планы У него есть мечты Но нету вот этого эгоистичного, эмоционального какого-то настроения Он просто делает то, что должен делать А результат, при условиях, когда ты выкладываешься на все сто И делаешь абсолютно всё, что от тебя требуется Он придёт Он неизбежен Поэтому я очень довольна тем настроением и состоянием В котором мы сейчас находимся здесь Потому что это другое Это рост и это новый этап Естественно, растёт он Расту рядом я Растут как-то наши отношения Взаимопонимания В общем, когда ты развиваешься И ты идёшь вперёд Поэтапно развивает и идёт вперёд всё остальное Лично я сейчас нахожусь ещё в таком Каком-то спокойном Но в то же время в предвкушающем состоянии Потому что я очень рада, что Вова принял решение Попробовать выступить в открытой категории Это интересно Это новый опыт Это новое видение себя Это возможность проанализировать, что ты можешь Как тебе больше нравится Как тебе комфортнее Как мне кажется, то, как его подготовка проходит сейчас То, как он сейчас готовится к открытой категории То, как он себя чувствует Это в разы лучше того состояния И твоего эмоционального напряжения И физического истощения Когда он пытался кружаться в категории 212 То, как всё проходит, мне нравится Мне нравится, как он себя чувствует Мне нравится, что он спит Мне нравится его настроение Эмоциональное состояние И мне кажется, то всё будет хорошо Поэтому мы ждём, что с этого получится Да ну нафиг Этот гриль сварил мне стейк за 50 евро Говорят, что если мясо хорошее Тогда его трудно испортить Сейчас попробую Спасибо, но нет Да, он сочный, вкусный Это не мои кондиции Я буду сейчас его готовить вот так По старинке Сейчас каждый приём пищи Он на вес золота Как говорится И хочется извлекать максимум пользы и вкуса В обычной ситуации домашней Скорее всего, я бы его съел без проблем Но не сегодня Вот так получится прожарка То, что надо Чуть-чуть можно довести Сейчас вот ещё по 30 секунд И будет то, что надо Я, конечно, не претендую на мастера по приготовлению стейков Прожаривать мясо я умею Эту жирную часть я отрезаю жира достаточно в самом мясе Вот это, кстати, считается изюминкой, так сказать, этого стейка Стреплойна вот это вот Сейчас я могу уже кушать более жирное мясо Прибавляет наполненности мышцам В принципе, в говядине очень много питательных веществ Железа Калий В общем, в течение подготовки, конечно же, я ел менее жирную часть Вырезку Сувит Там оптимальное количество жира И очень хорошее соотношение белка к жиру Например, в мраморной говядине соотношение один к одному То есть это нам не подходит Нам нужно примерно там до 10 грамм жира На 100 грамм продукта И там до 22-24 граммов белка Это мой второй прием пищи Стейк, 300 грамм картофеля И немного свеклы Свекла помогает работать моему ЖКТ Хорошо Очень не к столу будет казано Легкое ослабительное В моем случае именно такой эффект я получаю от свеклы Все это хорошо засолю Как я уже говорил, сейчас в моем рационе много соли Едем на регистрацию на турнир Появляется волнение Подвижусь большими ребятами Мне интересно, какой у меня вес Я решил не покупать весы намеренно Для того, чтобы вообще не ориентироваться И не давать цифрам на весам как-то повлиять на мое настроение Все, что меня волнует, это только внешний вес Есть такая возможность как бы строгировать себя От лишней информации во время подводки Потому что тело в последние дни менялось очень кардинально Я просыпался и плоским, ложился наполненным Ощущениям на весах тоже большая разница Вот, сейчас уже форма стабилизировалась И от приема к приему пищи То есть она вот сегодня, за день до старта, начала улучшаться Вообще в процессе подготовки Лучше мой вид это утром Потом я ем много соли, пью много воды И, конечно же, картинка другая Хорошая наполненность, но что касается качества Оно не такое как бы выраженное И как ни крути, какой бы опыт у тебя не было Эти процессы, они влияют на тебе, на твое настроение Ты смотришь на форму Иногда она тебя мотивирует Иногда тебе кажется, что-то идет не так Но также хочу сказать, что на этой подготовке Очень мало по этому поводу переживаю Потому что уже второй год работы с Крисом Цетта Появилась уверенность Вообще, она такая бескомпромиссная В каждом его действии И плюс еще и я за это время хорошо вырос В плане знаний подготовил много ребят Многие писали, говорили, что за 4 недели до соревнований Уже нужно быть в форме, уже нужно выглядеть На самом деле это все лишнее Даже когда я приехал в Санкт-Петербург Александр начал мне говорить За 10 недель уже нужно быть готовым, за 8 Я ему объяснял, что это все ни к чему В итоге, конечно, он это все увидел сам Как мне кажется, пересмотрел тоже свои взгляды На подготовку к соревнованиям Все эти истории, когда атлет готов за 8-6 недель Они, как правило, ничем хорошим не заканчиваются Потому что тело истощается Тело есть ресурс, который нужно грамотно распределить Какой смысл загонять себя в стресс? Потому что, как правило, когда ты хорошо выглядишь Это требует определенных стрессовых манипуляций Чем меньше жира, чем меньше воды на теле Тем сложнее организм Нужно все правильно, грамотно, равномерно распределить так Чтобы пик формы получился именно в день старта Мы знаем немало историй, когда атлеты хорошо выглядят заранее А в итоге на подводке их тело не откликается На манипуляции должным образом Потому что оно уже адаптировано Оно уже уставшее Как я уже сказал Мы вышли сейчас на тот момент Когда форма стабилизировалась И сейчас мы прощупываем ищем те опции Как так сделать, чтобы пик формы получился Именно в то время, когда я буду на сцене То есть уже сегодня, после первого приема пищи Где-то через 2 часа Я думаю, у меня был лучший вид После второго изменения я не заметил какие-то такие явные Посмотрим Ну соревнования как раз завтра начинаются в 10 утра Я думаю, что я до старта сделаю 2 приема пищи Сегодня я пью воду как обычно Я даже не считаю Но как уже и говорил Там получается около 6-7 литров По соли тоже все как обычно Завтра посмотрим, как будем действовать Не хочу загадывать, умничать Просто дождусь того, что будет говорить мне Крис Ацета То и буду делать Я впервые себя не чувствую слишком маленьким во время регистрации На самом деле по объемам я не могу сказать Что прямо как-то значительно отличаюсь от прошлого года Все равно мне не хватает массы Это объективно, я прекрасно это понимаю Понимаю свои плюсы также Поэтому посмотрим, как будет завтра Так будет завтра Я знаю, что я выложился Для меня этот старт, он больше как эксперимент сегодня Она выиграла Олимпию сейчас Ой, Олимпию Квалификацию на Олимпию Поздравляю Это очень круто Первый про дебют Только что мы зарегистрировались на турнир На Прага Про, который завтра пройдет Как вы уже знаете В 10 часов начинается соревнование Наша категория третья по счету Сейчас 6 часов вечера До соревнования у нас примерно 17 часов Есть для того, чтобы улучшить форму Улучшить кондиции И мы с Крисом Ацета будем это делать Это, кстати, прайм-тайм для Криса Ацета Я его фанат Знаете, когда мы с Александром снимали влог И в один из моментов Александр говорит Мы должны так тренироваться, чтобы Крис охреневал от того, что он видит на фото Наша задача, чтобы он охуевал от того, что он будет видеть каждый раз на фотографии Так вот, я скажу вам, как получилось Что в итоге я и Александр охреневаем от того, что делает Крис Ацета Это, я понимаю, прожарка Четвертый прием пищи – это немного риса Хлебцы Изначально мы не планировали добавлять хлебцы и гранолу в этот прием Но так получилось, что после второго приема пищи в нем тоже по плану не было гранолы и хлебцов У меня упал сахар И я съел пол чашки гранолы и хлебцы Получилось предыдущие все три приема с гранолой и хлебцами Форма улучшилась Мы решили с Крисом, что будем продолжать делать то же самое То есть все последующие приемы будут с гранолой и хлебцами Я взвесился Мой вес 102 килограмма 700 грамм Хотя, говоря открыто, я ощущаю себя тяжелее Ладно, буду кушать И вернемся, продолжим семки, когда настанет время пятого приема пищи Время полдвенадцатого – это пятый прием пищи Рис, семга, рисовые хлебцы, гранола, свекла и кукуруза Когда начал готовить пятый прием пищи, я обнаружил, что закончилась соль В итоге получилось за пять дней, что я съел 250 грамм соли Это 50 грамм соли на день Сходил за солью Сегодня праздник в Праге Маркеты закрыты пораньше Заходил даже в ресторан, просил продать мне морскую соль Потому что мы не сокращаем соль ни сегодня, ни завтра в день старта Когда ты ешь такое большое количество соли И у тебя завтра соревнования Тебе нужно быть уверенным в том, что ты будешь использовать ту соль, которую использовал на протяжении всей подготовки Пятый прием Потом я лягу спать и проснусь Примерно через часа четыре поставлю будильник для того, чтобы сделать свой финальный шестой прием пищи Ну и уже завтра мы проснемся в шесть часов Так как в 7.45 у меня запись на грим А уже в 10 часов начнутся соревнования Ладно, я есть Готовиться к завтрашнему дню Мы уже на месте Володю гримируют Один слой нанесли Он просыхает Сейчас нанесет второй слой Грим очень красивый Как я уже и говорила, в этот раз мы решили использовать протан Их местный грим Грим классный Мы видели его на других атлетах Поэтому этот раз я Володю не гримирую Я буду честенькая По поводу наших эмоций Лично я спокойно Конечно, немного волнительно Но это такие приятные волнения больше По поводу Володи Мне нравится, что он живой Бодрый, собранный Конечно, волнуется Но в целом все хорошо Он поспал Он поел Я как мама У нас 8 утра Начало в 10 Где-то в 10.30 В 11 он выйдет на сцену 10 часов начало соревнований Наша категория выходит третья по счету Организация очень хорошая Судя по вчерашнему дню Все будет очень вовремя По таймингу без задержек Что не может не радовать В такие моменты Можно все хорошо Выставить пик формы Тогда, когда нужно Организаторам респект Здравствуйте, браво Здравствуйте, как ты? Как вы? Как вы? Как вы? Открыть 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 Я видел фотографии Открыть 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 Я волнуюсь Потому что Объективно Самый небольшой По объемам Но тем не менее Я заряженный И Настрой у меня Положительный Так сказать Либо сейчас Либо никогда Давай, браво Браво Я Г Abô Она Браво Либо У С У У Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Я сейчас узнал, что первый коллаут был из 7 человек Поэтому все не так, не то чтобы радостно, но не так, как я думал, по крайней мере Так что будет борьба за призовое место в финале 6 либо 5 человек И я, как уже сказал, очень хочу оказаться среди этих атлетов Так что буду все для этого делать Мы приехали на финалы Я проанализировал то, что произошло днем Пришел к тому, что не был готов ментально к происходящему Всю подготовку, все держал под контролем Абсолютно каждый момент Когда оказался здесь, на соревнованиях Немножко дал эмоциям овладеть мною И не буду таить, когда услышал свое имя в первом коллауте Это меня так подстегнуло, потому что я не верил И вот эта волна эмоций нахлынула, она выбила меня из колье Помешала мне в дальнейших сравнениях Потому что я очень многое время уделял работе над животом Потому что у меня это моя ахиллесова пята И я все время, все настройки, все подстраиваю так Чтобы с этим вопросом был порядок И сейчас я понял, в чем причина Потому что я ем очень маленькие порции еды Я не делаю агрессивные загрузки Я пытаюсь понять, какой фактор мог повлиять на то Что я перестаю контролировать живот И начинаю потеть И я пришел к выводу, что это стресс То есть в тот момент, когда я стрессую Проявляются вот такие побочные эффекты Мы вернулись домой, я отдохнул Я все проанализировал Пережил, так сказать Сосредоточился, настроился И сейчас я чувствую себя более комфортно здесь Потому что посмотрел видео, посмотрел фотографии Я чувствую, что я на верном пути Что это не была ошибкой Пробовать себя в открытой категории И сейчас, к вечеру Я хочу исправить те недочеты Которые, возможно, вы не увидели Но о которых знаю я Для меня очень важно Закончить соревнование Пускай не победителем Но для меня важно понимать, что я сделал все на 100% И до этих пор, после утренней части У меня этого понимания не было Не включался так, как могу включаться И вспотел, то есть эти вещи Они меня тревожили Я рад, что сейчас финалы И у меня есть возможность все это исправить И закончить этот турнир Так, как я планировал и хотел Мы смыли старый слой грима Сейчас нанесем новый Я поспал, я поел Больше нет этих эмоций Стресса, страха Это уже пережито Чувствую, что сейчас буду представлять себя на сцене Совсем в другом амплуа Не знаю, возможно, визуально все это не будет ясно Но для меня важно именно то, что происходит в моей голове Я хочу быть уверенным, что я сделал и закончил турнир так, как я хотел И выложился на 100% И никаких косяков за мной нет А место, оно уже какое будет, такое будет Это соревнования, это бодибилдинг Все работают, все тренируются Все хотят выиграть Сегодня выиграет один человек, завтра другой Каждого времени придет того, кто работает Это долгий вид спорта Самое главное, чему он научил, это терпение и дисциплине Если ты хочешь получить свое Ты должен очень много работать Я буду это делать и я получу свое в любом случае Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Это именно рефреш Все как я и хотел Я кайфанул от вечерних соревнований Так сказать, реабилитировался Получил те эмоции, которые не получил в утренней части Это как раз то, о чем я говорил, что неважно, какое место занимаешься, если все прошло так, как ты планировал, либо приблизительно так, как ты планировал Самая сильная женщина, какую я знаю просто Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok